Здравствуйте! Проект с миру по нитке, 18 выпуск, да, и, скажем, вторая серия дополнения, второе уже дополнение. Дело в том, что, по счастью, достаточно серьезный интерес вызван у людей вот к этому изделию. Мне очень приятно, потому что уже есть два клона у нас в материале, да, то есть люди интересуются. И я хочу показывать все нюансы. Почему? Потому что у меня просто, честно, нет времени всем отвечать. Фактически вопросы одни и те же, да. И еще один момент присутствует такой, что у некоторых людей нет опыта, да, у некоторых людей совершенно другое видение. Поэтому я все-таки должен показать, какие у меня наработки по этому изделию. А вы уже сообразно своим взглядом на вещи будете делать что-то другое. Итак, первый вопрос, который возникает, вот это достаточно распространенный. Вот у вас сейчас толщина столешницы, она больше, и поэтому, поскольку она больше толщина, вы не можете в полной мере использовать отверстие диаметром 20 мм. Это не совсем так. Я считаю, что это чисто психологический момент. Почему? Потому что мы, струбциной нашей, на самом деле, у нас самая широкая часть изделия 400 мм. Мы контролируем струбциной с обеих сторон на всей протяженности наш стол, нашу столешницу. Поэтому эта потеря очень сомнительная. То есть я считаю, что это чисто психологически. В любом случае, эти отверстия мы используем, причем используем в полной мере. Ну, для тех людей, кто еще сам, возможно, не додумался, покажу вот такой вот момент. Есть струбцина вольфкрафтовская, которую все хорошо знают. Есть куча клонов китайских. Я не в курсе у китайских клонов, есть такой эффект или нет. Вот нажимаем на кнопочку, снимаем. Получаем. Что мы получаем? Мы можем переставить на другую сторону и работать этой струбциной на распорку, да? А можем использовать в классическом, так сказать, виде. Продеваем в любую точку, где бы мы не захотели, да? В данном случае давайте здесь попробуем. Вот. И все. Наша струбцина работает. То есть, мы можем этой струбциной спокойно зажимать детали столько, сколько нужно. Пожалуйста. В любом виде, да? Мы можем либо так это делать, если мы там опять же той же посолкой занимаемся, да? То есть, пожалуйста, ну, если сильно хочется, можем и с этой стороны это все продеть. Это довольно быстро делается, вот. То есть, пожалуйста, вы можете использовать классическую вольфкрафтовскую струбцину, да? Если вы помните, у нас еще по прошлому изделию, у нас вот такой упор был мобильный. С его помощью мы можем, как угодно, любую конфигурацию на нашем столе выстроить, любой угол, да? Если нам что-то нужно отрезать, шинковать, еще что-то, может просто нам нужен упор определенный, да? Мы его можем по отношению к нашим портам спокойно, да, по всей длине сдвигать. И теми же струбцинами его укрепить. Вот. Ну, что угодно. То есть, возможности у нас очень серьезные. И, как вы помните, ну, вот мы струбцины взяли, закрепили наш упор. Лучше двумя, естественно. Как вы помните, у нас есть пара портов. Один из них от 16 до 25 миллиметров зажимает заготовку, да? Вот. Ну, берем и... Это не отстроенная, да, у нас. Вот, пожалуйста. Мы зажали нашу заготовку, да? То есть, здесь более толстые детали. Очень удобно. Пожалуйста, можем работать. Для меня, конечно, я, в принципе, все это затеял именно из-за этих струбцин, чтобы показать, что мы на самом деле контролируем полностью все поле нашего стола. Ну, у меня, как вы уже знаете, есть более, как мне кажется, более привлекательное изделие, да? И оно еще быстрее монтируется. Хотя это тоже, на самом деле, монтируется быстро. Вот и все, да? Вот оно уже смонтировано. И в отличие, допустим, от этой детали, чем хорошо, что мы можем достаточно толстую заготовку... А здесь придется нам перестраивать. Ну, тут каждый себе выбирает сам то, что ему нужно, да? Либо это, что довольно практически одним движением. Я не думаю, что что-то скорее еще можно монтировать. Либо, пожалуйста, по всей длине зажимаем заготовку. То есть, как мы видим, на самом деле, то, что я вам предлагаю, да, как бы дает возможность контролировать любую фигуру, любой сложности, любую заготовку. И вы можете выстроить свое рабочее место абсолютно сообразно вашим задачам. Вот такие вот дела. То есть, такие у нас подробности. Я, опять же, хотел бы, чтобы каждый из вас, кто смотрит, и кто имеет какие-то мысли, делитесь, присоединяйтесь к проекту. Это совершенно не коммерческое занятие. Я понимаю, в сегодняшних обстоятельствах как-то у нас уже само собой устояло, что все должно как-то оплачиваться. Ну, я советский человек, и мне не жалко. Надеюсь, кому-то из вас тоже не жалко. Я очень благодарен тем, кто участвует в проекте, да, совершенно люди делают это по зову сердца. И приглашаю всех, присоединяйтесь. Всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok